добрый день уважаемые тридриместры сегодня 1 августа четверг представляю вашему внимание очередной обзор рынка для компании инстафорекс логотип который как обычно вы наблюдаете за спиной на ежедневной основе и так вчера вечером перед фонками я дал несколько торговых идей и сегодня утром и принципе практически все отработалось друзья мои и пробойная идея по евро по фунту на понижение у нас по по золоту потихонечку пошло но я думаю это еще не все движение мы увидим продолжение его дать посмотрим что можно поторговать на графиках сегодня поехали и так давайте быстренько пробежимся напоминаю что вчера у нас были фонки ставку ставку у нас ставка у нас не изменилась принципе пресс-конференция прошла гладенько павел как обычно немножко потупил и все закончилось есть не было какой-то супер всплеска волатильности рынке пошли по тому тренду который и был заложен до них что сегодня сегодня в швейцарии национальный день поздравляю с этой ерундой вот но вечером вечером у нас первичные заявки на получение пособий в соединенных как говорят еще штатах америки международный резерв центрального банка рф которые никому не нужны и в принципе пимячки еще вечером стрельнут и все так что вечером будет как обычно новости и давайте переключимся графиком посмотрим и так начнем москетировок золота которые сегодня от тестировали шартовый слом и те кто работает даже один к одному три с полной косаря ну принципе нет ну половину пути прошли до один к одному но я думаю что движение может продолжиться дело в том что сейчас рынок перегреть спекуляциями по поводу очередной там ближневосточной заварушки естественно других идей как вложиться в золото нет и как бы становится очевидным такой месседж что сейчас что-то будет надо покупать золото и когда вот все становится вот так очевидно почему-то рынке идут совсем другую сторону поэтому технически технически золото было на сопротивление те кто продал молодцы напоминаю что вся вот это легкая обычая лонговая история по золоту но взять все это движение но было без сброса лишних пассажиров что в золоте бывает крайне крайне редко и зачастую золото наоборот как бы всех выбивает а выносит него думаю знаете как это происходит а тут понимаете такой рост с мая месяца уже по август и всем дает купить никого не выносит и как бы друзья мои не было это вот такая история где сейчас всех выкинуто все и пофиг там на эти войны там и заварушки и так далее поэтому слом есть присмотритесь относительно недорого можно ну даже там приступит там в три тысячи три тысячи семнадцать косарей пусть не 10 к одному но близко к этому так что может пойти так что касается евро доллара евро доллар вчера отработал трешечку мы с ребятами закрытом чате работали на понижение инструмент мы работали против по большому счету фомок которые расторговались положительно но все вот это движение она была вызвана именно пресс-конференции на которой толком ничего не было поэтому x в конце сессии продали и забрали свою трешку вот принципе был пробой этот пробой еще может дать в рамках пробойной стратегии еще 200 пунктов на этом можно заработать что и из интрижки друзьям интрижка состоит в том что уровень под названием 108 700 оказался нетронутым и бабосики где которые здесь остались лежат тепленькие поэтому я еще ожидаю конечно какое-то движение вниз но если будет появляться лонговые сигналы которых сейчас нет то целью будет именно вот эта зона куда вы можете поставить свои тейк профиты говорю старовирским языком что касается фунта по фунту давал тоже торговую идею на понижение но вы помните да эти торговые идеи если вы конечно следите за моими самым печатным творчеством евро еврик на пробой вот он фунт на пробой как бы все есть 200 пунктов как с куста фунт гораздо волатильнее чем евро если пробивает то только держись по фунту примерно то же самое но площадка площадка она их даже несколько одна здесь одна здесь и все не тронуто не тронуто поэтому я тоже жду еще какие-то добои и при наличии лонговых сигналов которых может не быть можно цепляться именно сюда и выставлять свои замечательные тейк профиты зарабатывать на рынке форекс что касается австралийца австралийц также находится в шортовой тенденции потому что эти все инструменты объединяет американский доллар представьте себе такое бывает вот но если вы хотите купить этот инструмент также как и я то делать это нужно после лонговой инициативы лонгового слома примерно по такой схеме которыми показано это не значит что нужно именно сейчас покупать это значит нужно держать голове такой сценарий если произойдет лонговая инициатива который может не быть переключаемся доллар канадцу который откатывает и кстати откатывает к шортовому словам обратите ваше трейдерское внимание дорогие мои три дунишки и здесь можно тоже аккуратно продать но напоминаю что цели наверху есть инструмент может сюда дойти но также знаете что внизу доллар канадец оставил очень хорошую площадку до которой от текущих цен два с половиной косаря которые на не валяются я проверял что касается доллар йены доллар ли на валит японцы подняли ставку что странно не то что странно не особо ожидаемо да но не не особо ожидаемо не именно сейчас именно сейчас не hesitant что на начало валясь и гораздо раньше и вот эти первые не то что ено валится а на укрепляться потому что я находится в этом инструменте качестве кодируемой валюты в отличие от фьючерс она этот инструмент который является перевернуты но нафига вам эта информация спросите меня вы и правильно сделайте так вот что любопытно что ставку подняли не на хаях по этому инструменту а где-то уже внизу и это прям необычно это значит что у японцев кончается терпение а может быть даже и бабосики но в любом случае инструмент скорректировался упал на зеркало как он это любит обычно делать новых торговых идей поэтому не даю наблюдаем дальше нефтяночка подросла я хотел ее купить чуть ниже не дали но как говорится и ладно bitcoin bitcoin пошел в корректосик напоминаю что по биткоину есть площадка если вы будете стопиться сюда то грош цена вашей на ланговой ликвидности которые легко вынесут ну а после вынес выноса можно присматриваться к лангам от вот этого лангового слома и держать дальше до 70 80 100 тысяч долларов как делает это лучший трейдер запада под названием роберт киосаки переходим к индексу бакса индекс бакса тоже пошел в лон кстати от лангового слома прикольно видите на торговочкой от нее тыкс пошли наверх но принципе это меня особо не волнует потому что четких торговых идей по этому инструменту нет и мы переходим на индексы индексы обратите внимание что snp друзья мои сломил сломил таки свой шартовый тренд вот этот вот и пробил собственно тенденция поменялась и если вы мечтаете купить этот инструмент также как и 40 лет назад когда его начинали покупать то мой сценарий собственно не меняется который нарисовал еще давно принципе после лангового инициатива с отката можно покупать в принципе здесь один к ну два к одному можно забрать почему бы нет так что касается стокса тоже пока ничего здесь интересного из из индексов только один инструмент нас интересует газик газик упал в ланговый слом я говорил что если верите в этот слом можете купить если не верите покупать ниже и экспирация вам в помощь доллар франк подваливает напоминаю что инструмент нас будет интересовать только в рамках сеточного метода торговли и дальше инструмента тоже ждем когда он дойдет до зон наших интересов до которых осталось всего каких-то несчастных 4 косаря ну это друзья мои рано либо поздно произойдет и мы наберем его внизу канадец франк падает и вот-вот уже перепишет двадцать третий год полояма это значит можно здесь под заработать кинув сетку лимитных покупок и выйдя на ближайшем зеркале канадец иена валит мрачно никто не верил что это произойдет кроме тех кто смотрит мой канал инстафорекс который еще моим не является но и говорится визуализирует и визуализирует так значит что все летит вниз напоминаю что фиксация шартовых позиций которые может вас знатно обогатить должно быть на котировке 104 друзья мои на мы до нее еще не дошли да это будет не за один день до могут быть откаты и так далее но это место фиксации шартов если вы здесь цеплялись по моим идеям франки она тоже сыпет здесь торговых идей нет audi к друзьям и пытается восстановиться будем продавать его выше и хая текущего месяца пока не трогаем новозеландец франк готов уже к обновлению двадцать третьего года можно будет набирать ланги шаг не менее 500 вот-вот пробьется австралийц новозеландец отработал нашу торговую идею на захват вот этой вот ликвидности в принципе ну это типа система цирюльник и несколько ордеров закрылась ну и слава богу напишите кто участвовал евро кадик не переписал хая но если это произойдет будем нам продавать его выше шаг не менее 1000 пунктов евро франк валит будем набирать его ниже 20 текущего года инструмент очень волатильный шаг 1000 евро audi ждем когда пробьет 23 год шаг 1000 давайте посмотрим ответы на вопросы на youtube канале по вчерашнему видео у нас целый один комментарий лайк всем спасибо напоминаю друзья мои что под каждым видео с моим участием есть масса полезной информации есть тайм коды с помощью которых вы можете путешествовать по моим валютным фантазиям есть почта для связи которые не читаю есть телеграм-канал по трейдингу который мы наполняем интересными темами телеграм-чат по трейдингу где ребята общаются предлагают свои торговые идеи обсуждают индикаторы прочую кибер нечисть здесь мы проводим конкурсы разыгрываем большое количество американских долларов которые падают на счета победителей в компании инстафорекс и они на этих счетах торгуют и выводят прибыль напоминаю что с инстафорекс у меня заключена уникальная партнерская программа через которую именно вы можете не платить свопы торговать на ультра спредах и попасть в мой закрытый телеграм-чат где мы обсуждаем исключительно торговые идеи внутри дня добро пожаловать мою партнерскую группу друзья на этом на сегодня у меня все понравилось видео ставьте лайк пишите комментарии и до встречи завтра утром на очередном обзоре рынка форекс всем пока